Производственный травматизм в Щелковском районе, так назывался семинар с начальниками отделов по охране труда на предприятии в Щелковском районе, разбирались наиболее серьезные случаи и давали полезные рекомендации. Александр Федотов приводит печальные примеры 2018 года. Аварии с рейсовым автобусом, водитель потерял сознание. Рабочий полез на крышу, испускаясь, упал с высоты. Другой в цеху разговаривал по телефону и попал под колеса погрузчика. Эти происшествия можно было бы избежать, если бы руководители требовали от подчиненных неукоснительного выполнения правил техники безопасности. Муниципальные предприятия у нас находятся на полном контроле и ситуация видна и прозрачна, то предприятия ИП, ООО, крупные промышленники, они не обязаны отчитываться администрации о тех мероприятиях, которые они проводят в плане охраны труда. В связи с чем, сначала произошел несчастный случай легкий, а следующий несчастный случай уже смертельный. Основная причина – это халатность руководства. Администрацию тревожит отношение директоров компании к условиям, в которых работают их сотрудники. Именно по халатности происходят несчастные случаи, в том числе с летальным исходом. Как по-другому объяснить выпуск на линию водителя без первичного осмотра? Назначение на ответственный участок работника с низкой квалификацией. Отсутствие на рабочем месте защитных приспособлений. Мы предложили предприятиям ряд мер, которые смогут обезопасить условия труда при их выполнении. Чтобы они провели специальную оценку условий труда, оценку, аттестацию рабочих мест. И мы уже будем рассматривать, какова безопасность этих рабочих мест. В конце декабря прокуратуры будет утвержден новый перечень организаций, на которых инспекция по охране труда Московской области проведет проверку в 2019 году. Свидения опубликуют в открытом доступе. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».